В общем, здравствуйте! Сегодня мы поговорим про ошибки в проведении лекций научно-популярных, обычных, университетских. Так бывает. Обучающих, ну и прочих. Но знаете, наверное, перед тем, как говорить про ошибки в проведении лекции, давайте поговорим о том, что такое лекции. В общем, лекция. Это устное, систематическое и последовательное изложение материала по какой-либо проблеме, методу, теме вопроса и так далее. Термин лекция имеет несколько значений. Вот. Это отпечатанный курс публичных чтений, записей. Ну, в общем... Ну, в общем, на самом деле, это должно было быть чуть унылее. Но, к сожалению, там люди. Ну, вы просмотрели миниатюру о том, как можно было провалить лекции за первую минуту, но, к сожалению, провалилась только дверь. Да. Ну, собственно, в общем, поднимите руку, кто здесь когда-либо где-либо учился. Вот. Я учился, вот. Вот вы учились, вот. Вы тоже... О, я смотрю, тут все учились когда-то. Это хорошо. Поднимите руку, кто сталкивался с такой штукой, как доклады, лекции, ну, сами знаете. Ну, тоже многие, вот. Видно. В общем, а ситуация в том, что вот у человека есть одна потребность такая. Потребность в общении. Каждый человек хочет с кем-то поговорить. Да. А когда мы учимся, мы еще и знаний набираем. И за счет вот такой комбинации набора знаний и желаний общения мы еще, как у нас потребность появляется, делиться знаниями. Ну, то есть хочется там рассказать, эй, мы сегодня поговорим о искусственном интеллекте или про пиротехнику или еще чего-то там. И надо это сделать так, чтобы публике было интересно. А чтобы публике было интересно, нужно сделать это не скучно. Вот. А для того, чтобы это сделать не скучно, нужно избежать некоторых ошибок, которые берут и убивают все желание аудитории с вами контактировать. Ну, в общем, я таких ошибок насчитал пять. И мы перейдем к первой. Аудитория, познакомьтесь, это текст. Ну, а текст вас не видит. Он такой. Он текст. Собственно, этим все сказано. И вот почему текст – это плохо. В основном человек, когда видит текст, хочет его прочитать. Ну, это нормально. Вот. Вы едете по остановке, видите там реклама какой-то песни или чего-то там еще. Даже вы видите, что это неинтересно, что вам это скучно, что это очередной сорт мивины какой-то. Вам это неинтересно. Но вы все равно прочитали это и уже знаете, что это есть. Так же со слайдом, на котором есть текст. Как вы можете видеть на этом слайде, здесь написано слово «текст». Да. Собственно, чем больше текста на вашем слайде, тем больше человек хочет его читать. Ну, на самом деле нет. Если вот тут у вас на слайде вот такой текст, тут и так все понятно. Но если у вас на слайде появляются какие-то там термины с короткими обозначениями или интересные факты, или какой-то анекдот в конце-то концов, зритель, скорее всего, будет читать этот текст у себя в голове про себя, пока вы будете что-то говорить. И зритель и лектор у вас будет, в общем, ну, в общем, вот у вас, грубо говоря, вот ваша лекция по времени. Вот зритель будет где-то впереди лектора. Ну, по одной простой причине. Он уже прочитал этот слайд и ждет следующий, чтобы его прочитать. Да. Поэтому, собственно, что делать с такими вот слайдами? Ну, в общем, оставьте вот, к сожалению, анимация поплыла. Ну, вот представьте, что мы оставили только вот этот большой заголовок, текст, и картиночку, которой здесь нет. Больше, в общем, меньше текста, больше заголовков и красивые картиночки. Вот. Это все, что можно делать с первой ошибкой. И из первой ошибки у нас сразу же выходит следующая ошибка, а именно отсутствие контакта с аудиторией. Вот. Согласитесь, что я... Вот я... Ну, к сожалению, дверь открылась. Я просто хотел на нее перес и смотреть в пол, и что-то читать. Но у меня не получилось это продемонстрировать. Такое бывает. Ситуация такая, что аудитория, она чувствует желание лектора сообщать информацию. И лектор, его, собственно, задача на лекции, это поделиться теми знаниями, которые у него есть. Для чего? Ну, ему так захотелось. Но если аудитория не чувствует, что лектор хочет что-то рассказывать, а чувствует какую-то... О, боже мой, тут пришел какой-то лектор, ему просто платят за это деньги, он хочет начитать лекцию и уйти пораньше. А аудитории будет скучно. Когда аудитории скучно, она не слушает лектора. Когда она не слушает лектора, она не получает информацию, которую она хотела... Должна была бы хотеть получить от лектора. Что, собственно, с этим делать? Давайте отвлечемся на минутку. Короче. Я вот сейчас нарисую два рисунка, а вы найдите между ними связь. Кто найдет, тому приз. Вот. Котик и лопата? Да, это именно котик и лопата. Какая между ними связь? Ненарисованный черный маркер. Ну, еще варианты? Символы. Без символов. Я слышал отсюда, что кто-то сказал символы, вот он молодец. Ну, нет, сначала... Макс, извини. Перед тобой кто-то сказал. Но ситуация такая, что вот кто-то это сказал, вот ему спасибо. Вот это весь подарок, который он получает. Вот. Собственно, зачем я вот это вот сделал сейчас, вы можете спросить. Это вроде бы как... Ну, немножко вообще не связано с лекцией и ни в какую степень не входит. Вот. Собственно, данное действие было сделано для того, чтобы привлечь внимание. То есть заставить аудиторию обратить внимание. Или же просто расслабиться и отвлечься от темы лекции на секундочку. Для того, чтобы снова к ней вернуться. То есть для поддержания контакта с аудиторией вы должны смотреть в аудиторию. Иногда с ней разговаривать. Иногда делать какую-то ересь. Ну, собственно, суть в том, что контакт с аудиторией очень важен. А его отсутствие плохо. И, собственно, перейдем к следующей ошибке. Это вода. В общем, часто у лекторов на лекции нет воды. От этого у них бывает пересыхает горло. Вот. Но, на самом деле, вы все прекрасно поняли, о какой воде я сейчас хотел виски речь. А я не поняла. Ладно. Тогда я сейчас объясню. В общем, вода — это такой пустой текст, который создан для того, чтобы просто занимать время. Некоторые лекторы просто для того, чтобы, опять же, занять время, просто берут и льют воду на лекции. Я сомневаюсь... Да. Я сомневаюсь, что аудитории нравится, когда ее поливают водой, особенно в такое холодное время года. Поэтому скажу, что проблема и ошибочность применения воды в лекциях связаны с тем, что то время, которое вы тратите на поливание аудитории водой, можно было бы потратить на сообщение какой-то важной и полезной информации. Как раз, чем больше хорошей, полезной, нужной информации вы сообщите, собственно, как вы и хотели сделать, тем лучше получится ваша лекция. Но, опять же, маленькие вставочки, например, коротенькая история или вот кот с лопатой, они должны быть. Это тоже в своем роде вода, она не несет смысла. Но она разбавляет атмосферу напряженности, которая может возникнуть при подаче большого количества очень серьезной информации. Да. Вот. И прямо вот из воды вытекает следующая проблема. В общем, отсутствие как таковых смысловых акцентов в лекции. Вот. Помните второй слайд с словом лекция и кучей текста? Ну, в общем, надеюсь, вы его помните, потому что он был ужасен. Суть проблемы с отсутствием акцентов связаны с тем, что, когда вы равномерно подаете текст, не акцентируя внимание ни на каком-то термине, ни на чем-нибудь важном для дальнейшего повествования, ну, то есть, когда вы просто берете и засчитываете текст с листа без разных эмоций, ну, которые должны были бы быть, и просто вот для того, чтобы насчитать материал, то получается, что аудитория, она, во-первых, ну, вот кто-то, например, из задних рядов или из передних взял на секунду и отвлекся на что-то. А я уже на каком-то другом куске текста. Если вы сделали какой-то логический акцент на термине, который был важен для дальнейшего повествования, то человек, который отвлекся в этот момент, он бы уловил, что вы хотели сказать. И, следовательно, он бы не потерял тот кусок текста, точнее, тот кусок лекции, для которого вот этот вот акцент был важен. В общем, собственно, для того, чтобы бороться с отсутствием акцентов, вы просто берете текст своей лекции и структурируете его, примерно деля на какие-то промежутки. И в каждом из этих промежутков расставляете главное слово, можно сказать. Собственно, и перейдем, наверное, получается, я сказал пять ошибок вначале, так что переходим к последней ошибке, а именно к терминам. Извините, я тут не помню термины. Гамильтаниан. Индокерминизм, абдоминоскопия, декантирование, гипостезия и гипнология. Вот, в общем, если кто-то из вас всех знает все эти шесть терминов, он молодец. Я не молодец, я знаю два, и то примерно. В общем, дело в том, что термины, которые вы редко видите в повседневной жизни, или вообще слова, которые вы когда-либо впервые слышите, для начала могут вас шокировать или напугать. Или в связи с этим вы так, гамильтаниан, и ты такой, что? И для начала вы пытаетесь так уловить суть этого слова. То есть вы пытаетесь вспомнить, с чем это может быть связано, что это могло бы значить. И пока вы об этом думаете, лектор что-то там говорит. Он что-то говорит, вы его не слышите, вы думаете про гамильтаниан. Сложно не думать про гамильтаниан, когда я про него уже говорю четвертое слово подряд. Гамильтаниан, да. Не думай про это. Ну, в общем, я вот именно это слово не знаю. Вот так вот получилось. Кто? Отлично. Это ничем не помогло. Но суть не в этом. В общем, ситуация такая, что если вы применяете какое-то слово не из повседневности или из словаря углубленных знаний научного сотрудника, постарайтесь это объяснить в течение первых двух строк. Вот, например, слово гипостезия, оно, в общем, значило потерю поверхностных ощущений. Вот как-то так. Но суть в том, что вы просто берете, если вы применили какой-то неповседневный термин, вы его объясняете. Если этот термин повседневный у всех почти на слуху, например, как когнитивный диссонанс, вы его не объясняете. Ну, как-то так. Ой. В общем, термины, они... Без термина научно-популярная лекция превращается просто в популярную. Вот что можно сказать, собственно, про ошибки. И, наверное, перейдем к выводам. Ну, точнее, не наверное, а точно перейдем к выводам, потому что у меня следующий слайд так называется. Вот. Вот все ошибки, которые были. Тут меньше текста, больше картинок. Говорите с аудиторией. Не лейте воду. Много воды. Акцентируйте внимание. Объясняйте термины. Сейчас. Ну, я не смогу показать собаку, я забыл, как это делается. Вот. Вспомнил. В общем. И самое главное во время проведения лекции, просто помните, что ваш главный слушатель – это вы сами. Ведь если вы не хотите сами слушать свою лекцию, то кому она тогда нужна? Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры сделал DimaTorzok